Всем привет! Сегодня 21 апреля, Московская область. Это моя большая стеклянная теплица. Сегодня у нас, наверное, градусов 18 на улице. Это точно. Оно в теплице, соответственно, в два раза выше. Поэтому по всему периметру я теплицу закрыла укрытым материалом. Это плотность номер 17. Отличная вещь. Ничего не горит и не нужно никаких выставлять дуг. Затем у меня здесь раз окно. Это в крыше. И здесь два окна. Это они автоматически открываются по мере повышения температуры в теплице. Здесь в торце механическое окно. И здесь также механическое окно открывается с помощью этой ручки. Хочу вам показать, что у меня в этой теплице пока находится. Вывезла я все томаты и все перцы. Это томаты высокорослые, предназначенные для этой теплицы, потому что здесь выращиваются будут только томаты. Я не совмещаю в теплице культуры. В принципе, неплохая рассада. В основном я ее сажала 12 марта и, по-моему, наверное, 16 марта. Но у меня все в записях. Хорошая рассада. Не вытянулось ничего. И я уже посчитала, что самый удобный день для высадки томатов будет у меня 1 мая. Так что 1 числа я буду все томаты сюда высаживать. Вот так они у меня стоят. Я 16 числа подсыпала им землю. Видите, я специально их подсушила землю, потому что уже добавляла свою. А она тяжеловата. И я вчера взрыхлила весь этот ком, чтобы растения дышали. А сегодня буду уже поливать. Я покупную землю не использую. А своя, конечно, тяжеловата. Поэтому рыхлить нужно. Но ничего, им осталось здесь немножко побыть в этих пакетах. А пакеты по 0,9 литров. Вот такие томатики. Хорошие томаты у меня в этом году. Они не переросшие, ничего отличные. В прошлом году все-таки у меня рассада была слегка переросшая. Потому что я рано сеяла. Вот в марте посеяла. Отличная рассада практически середина марта. Так, дальше. У меня здесь лук. Вывезла я его давно. Он у меня уже здесь стоит. Это лук Exhibition. Неплохая тоже рассада. Я его не подстригала очень давно. И возможно, что до высадки я его больше подстригать не буду. Потому что, в принципе, на майские праздники я буду уже высаживать его в открытый грунт. Под укрывной в обязательном порядке. Здесь тоже у меня Exhibition. Это у меня поздно посажен, конечно, лук. Тоже на репку. Это сорт Фермер. Но я думаю, что до мая еще подрастет. Это к слову, что мне писали как-то в комментариях, что зачем вы так рано Exhibition сажаете. Да не рано я его сажаю. Все нормально. Это же, понимаете, я же хочу получить хорошую крупную головку. Поэтому и сажаю рано его, соответственно. Даже и не рано. Я его посадила, по-моему, в середине февраля. Ближе к марту. Наверное, числа 23 до 24 февраля. И отлично. Это корневой сельдерей. Тоже неплохо себя чувствует. Бросится, конечно, в открытый грунт. Буду высаживать. Возможно, тоже на майских праздниках. Здесь у меня питунья. Конечно, если бы она у меня росла бы дома, она бы уже, честно сказать, уже и зацвела. Потому что она уже вся вот в бутонах. Стоит она у меня здесь. Перенесла все холода. Вообще. Но ничего, живая. Немножко, конечно, холорозит. Но ничего, она выправится. Сейчас солнышко будет. Вот она вся в бутончиках уже. Замульчировала. Обязательно горшки эмульчирую. Почему? Потому что, опять-таки повторюсь, у меня земля своя. Она тяжеловата. И ее или нужно рыхлить постоянно, и она покрывается коркой, если не рыхлить. Вот мульча спасает. Вот я ее замульчировала. Это еловый опад. Так она у меня в горшках и будет стоять. И в течение лета я сюда еще скошенные травы буду подсыпать. В общем, мульчировать. Дальше у меня тоже высокорослые томаты. Это все для теплицы, для этой. Здесь у меня также низкорослые томаты. Это я буду штуки 4, наверное, высадила. Это в ноги посажу высокорослым. Это очень ранние сорта, низкорослые. Хочу в этом году первый раз попробовать. Никогда не делала. Это у меня горошек. Три штучки. Это я посажу в теплицу, чтобы рано поесть. Это георгинки однолетние. Здесь у меня два кусика пеларгонии. Я ее начеренковала. Мне будет достаточно. Она красного цвета. Самая обычная. С этой я уже цветонос выломала, потому что маловато была. Рано еще цвести. Это также петуния. Вот буквально эту две штучки я высадила вчера. Тоже замульчировала. Здесь у меня вовсю цветы цветут красивые. Это лабелия. Это такая, знаете, кустовая. Сегодня привезла я землянику свою крупноплодную, которую я выращивала из семян. Вот, посмотрите. Здесь у меня, кроме моей земляники, крупноплодная еще и земклуника купчиха. Я снимала видео, как сделала заказ. Мне прислали с русского огорода. В общем, из десяти штук у меня выжило четыре. Холила-лилеила, но все-таки выжило четыре штучки. Вот это земклуника. Это купчиха. Вот купчиха, вот такой куст. Здесь дворожка. Где у меня еще? И вот купчиха. Вот такой кустик. Вот это я понимаю. Это уже кусты, которые не стыдно, честно сказать, и высадить. Но чтобы из того материала, который приходит, получить вот такие кусты, то, конечно, нужно выходить, честное слово. Это моя уже. Это вот сорт Заря. Очень сильно все пускают усы. Интенсивно я их выламываю. Купчиха вообще у меня вся в бутонах была, выламывала. Это вот искушение крупноплодное. Вот видите, пускает она вот усы уже. Очень много обрываю. Постоянно обрываю. Это у меня тоже искушение. Красивые кустики, я же говорю. Такую рассаду, честно вам сказать, и не стыдно высадить. Здесь у меня это тоже зимку. Это купчиха. Так, это тоже Заря, искушение. Что у меня здесь еще? Ну, тоже вот Заря. Вот такие кустики. Отличные. И супергигант у меня где-то была. Не могу найти Заря. А вот тоже у меня одно семечко взошло. Одно семя. Это вот супергигант. Такой куст тоже уже. Сердечко развито. Уже можно высаживать. Конечно, высаживать буду я под дуги в обязательном порядке. Здесь у меня вот лобелия. Это лобелия я в подвесные кашпо посадила. Два кашпо это просто поставить. Также привезла сегодня бархатцы. Вот я их выращиваю в таких самокрутках. Это обычный пакет. И я взяла, потому что буду высаживать вечером землянику крупноплодную. И хочу по углам посадить бархатцы. Они низкорослые, маленькие и очень красивые. Там они до 15 сантиметров. Там у меня салатик на рассаду. Что-то у меня никак-никак. Вот. Две грядки таких. Так, здесь у меня... Видите, со стороны двери у меня тоже входа закрыта. Это уже шестидесятка. Здесь у меня томаты. Это низкорослые. Это посаженные для открытого грунта. Вот я вчера начала рассаживать по пакетам. Вот. Здесь у меня несколько сортов. Здесь и монгольский карлик. И 033, это сараевский. Июньский здесь. И утенок. Вот. Несколько сортов. Это перцы. Я их вывезла вчера. И вчера подсыпала землю. Эти перцы будут у меня высаживаться в маленькую теплицу стеклянную. Уже тоже на майских праздниках. Ну, числа, может быть, 9-го, там, 8-го мая. Вот. Так вот. Вот уже перец. Это перец рамира оранжевый. Смотрите, какой красивый куст. Шикарный. Вот. Так он выглядит. Не вытянулся. Не вытянулась рассада. Отличная. Так. И здесь у меня мешочный рай. Вот такие мешки. Здесь посажены тоже перцы. Это рамира. Он уже вот с перчинкой цветет. Здесь у меня тоже рамира. Немножко они подвяли. Потому что я их только-только вчера высадила в эти мешки. Поэтому они такие еще немножко болеют. Тоже выращивались в пакетах. И это самый ранний посев. И в этих тоже есть перец рамира. Тоже перец рамира. Я здесь подписывала. Это красный у меня здесь. Это тоже красный. Это желтый. И это тоже желтый. И здесь в мешке тоже посажены два перца. Это перцы острые. Мне достаточно двух. Это свои семена. Перчинки такие маленькие. Но очень-очень жгучие. Так. Эти у меня мешки, где рамира посажен, по-моему, по 20%. 29 литров. А этот мешок 30 литров. Не забывайте делать там дренажные отверстия. Здесь у меня сантиметра 3-4 еще насыпан гравий. И пользуюсь своей обязательно землей. Мульчирую тоже обязательно. Здесь у меня солома. Все овощные культуры я стараюсь смульчировать соломой. А уже цветы здесь можно и еловым опадом. Все дорожки у меня засыпаны еловым опадом. И я пролила фитоспорином. В каждой теплице стоит вот такая 200 литровая бочка с водой. Во-первых, в колодце вода ледяная. А здесь она в течение дня греется. И вечером прекрасно можно полить все растения. Вот так выглядит на сегодняшний день моя большая стеклянная теплица. Маленькая у меня растет пока зелень. И доращивается еще крупноплодная земляника. Но сегодня я буду высаживать эту землянику. Будет время, конечно, я сниму, потому что грядки у меня уже готовы. Меня просили в комментариях показать, как я делаю теплые грядки органические. Но не всегда есть время, честно сказать. Сейчас я не знаю, будет ли у меня время снять, как я высаживаю эту землянику. Потому что я делаю все одна. И снимать и высаживать это очень тяжело. Поэтому будет возможность, я покажу. Сизаки решила коротко заснять, как я высаживаю крупноплодную землянику. Вот грядки подготовлены на этот год. Грядка у меня длиной 6 метров. Ширина 80. Здесь у меня уже поставлены дуги. Высадила первые 4 куста земляники. Здесь тоже расставила уже. Расстояние между кустами здесь будет сантиметров 50. То есть не меньше. А эта грядка у меня сейчас, конечно, она вся не заполнится. Там у меня еще кусты подрастают. И буду еще приобретать несколько сортов. Там у меня помощник трудится. Ну что, будешь мне помогать? Да. Ну давай, расставляй дальше землянику. Да. Здесь у меня уже приготовленная мульча. Сейчас еще у меня мешки есть. Доставлю дуги. Ну давай, расставляй. Времени нет. Сейчас солнце уже заходит потихоньку. Не так сильно палит. Поэтому можно... Так, здесь расстояние оставляю. Вот эту лунку следующую выкладывай. Прям горшочек ставь, а я сейчас буду высаживать. Вот таким образом. Будешь дальше работать? Ага. Ну давай. Ну все, наверное, знают, как высаживать клубнику, землянику. Вот такие хорошие корешки у нее. Замечательная рассада получается из семян. Конечно же, кусты были пролиты накануне. Очень хорошо я их пролила водой. Ком сырой. Не заглубляю. Если выпускают усы, я отрываю. Все. Такую землянику одно удовольствие высаживать, конечно же. Все сорта у меня подписаны. Вот. Смотрите, какая корневая, шикарная просто. Корни все молодые. Отличного качества. Это сорт заря у меня. Грядка тоже очень хорошо пролита. Увлажнена. Высадила все крупноплодное. Ее нужно было уже, конечно, высаживать, потому что рассада выращивается на подоконнике. И лист, видите, начинает заворачиваться. Это уменьшает потерю влаги. В квартире, конечно, воздух сухой. И требовалась уже земля, потому что видели, какие шикарные у нее корни. Все. Я замульчировала толстым слоем опадом. У меня в этом году с соломой не так все хорошо, как, допустим, в прошлом году. Поэтому солому оставила только для теплицы. А уже вот этим опадом я буду мульчировать все остальное. Но это довольно-таки неплохо, потому что я считаю, что все-таки земля должна быть накрыта. Накрыта мульчой. Мне задавали вопросы в комментариях, зачем я мульчирую на днях. Подготавливала грядки в теплице, что они якобы еще не прогрелись, холодные. А вы уже туда там сено кладете и все остальное. Вы понимаете, что теплица – это закрытое пространство. То, что мы сейчас вложим в землю, то и у нас вырастет такого качества. Потому что земля, по сути, искусственная. И чтобы ее сделать плодородной, с ней нужно работать. Поэтому у меня там не глина. И я просто закинула туда соломы и все, и успокоилась. У меня там довольно-таки хорошая органика заложенная. И плюс еще пролито все микроорганизмами почвенными. Поэтому работа там идет. Под мульчой черви. Туда уже все набежали, потому что я копнула червей полно. Как и, собственно говоря, в этой грядке. Микроорганизмы почвенные работают. Поэтому у меня почва там, она живая. Поэтому и я застилаю мульчой. А если не застилать, просто сейчас земля, она не греется. Она просто высыхает. Вот и все. Поэтому я мульчу люблю накрывать. Тем более я огородник такой, который приезжает. Я здесь еще не живу. Мы еще дом не построили. Поэтому мульчировать это, вообще, мне кажется, для меня, по крайней мере, это прежде всего. А еловый опад, он будет здесь лежать. И в течение лета я буду мульчировать ее скошенной, подсушенной травой. И, конечно, здесь все также проливается микроорганизмами, которые работают и делают почву хорошей. Вот так. Здесь у меня дальше еще будет засаживаться. И эта грядка у меня тоже будет под клубнику. Две большие гряды под клубнику. Буду я ее размножать, потому что сорта у меня хорошие. Не хочу я связываться больше с покупной земляникой. Сейчас я выращу те сорта, которые мне нравятся. Я их буду сама себе выращивать, разводить и все. Потому что, конечно, материал посадочный, заказанный в магазинах, это ни о чем. Его нужно выхаживать и тратить на него большое время, когда я могу прекрасно вырастить рассаду. И семян у меня хорошо получается. И также буду размножать усиками. Розетками, я имею ввиду. Все. Сейчас я это обязательно накрою укровным, плотностью 42. И оставлю. Первое время землянике обязательно нужен частый полив. День и через день нужно ее поливать до такого момента, пока она не приживется. Вот помощник мне помогает. Не тяжело тебе? Нет. Ну все, оставляй, я дальше сама. Спасибо, мой роднуля. Спасибо. Умничка, спасибо большое. Это я поносил. Да. Спасибо. Пожалуйста. Субтитры подогнал «Симон»